привет нас привет откуда сами только вы краснодар краснодар город краснодар я из города белгород у вас нормально погода плохая стреляют до сих пор уже год стреляют даже больше заходили недавно бойцы из легиона свобода россии и предлагали провести референдум и ты знаешь многие стали задумываться если москве наплевать на нас то может быть нам стоит приобрести независимость все-таки белгороде очень много живет украинцев правда там сельской местности так вообще больше половины да и в городе половина ну как у вас краснодаре не везде не везде не скажи но белгород ростов воронеж новгород много живет ну я сам-то покрою украинец у меня мама и папа у меня мама и папа родом родом из украины это я уже здесь родился так стать больше 50 лет назад но корни то мои из украины а мы с ними войну начали это просто траж а теперь еще и набил а теперь еще и на белгород забили принципе забили абсолютно дважды авиация уронила на город бомба сначала фаб 500 потом фаб 1500 печально конечно и возникает просто дикое раздражение люди боятся честно скажу люди боятся вообще я чувствую что да много пошел я работал в военкоманде долгое время желающих не было много идти воевать с украиной но потому что они сами украинцы у меня сестра у меня сестра в краснодаре живет коленка где работают не на работу а контракт подписывал ну все забав все за бабками тупо идут за бабками да а мне совершенно непонятно как можно взять и пойти на землю которую называют братской убивать за бабки кто мы тогда ну кто мы тогда как нас тогда называть но я тоже это не понимаю но может что то есть есть фашизм в этом есть фашизм это называется фашизм этому есть весьма четкое определение вполне себе формированная десятилетиями это называется фашизм украинцы на нас не нападали украинцы на нас не нападали напасть на страну которую мы считаем братской убивать народ который мы считаем одним с собой народом это фашизм нашему царю показали помнишь ну ты еще на молод сильно советском союзе был такой мультфильм интересный звучал там фразу твоего доходит перестроим рекрутов солдат нашему царю показали дулю умрём все за него вот мы сегодня в двадцать первом веке видим это воочию но это по-другому скорее уже за него за него ребят за него сейчас сейчас парни умирают ради одного сохранить его власть чтобы он не потерял власть все правильно все правильно ты говоришь но дело в том что те кто идут умирать за деньги умирать то все равно за царя вы все правильно говорите просто умирает люди за царя не за родину и за семью свою не за то что защищают свою землю свои города царя чтобы царь мог править дальше и мне это страшно и мне это страшно заходили к нам пацаны из наших легионов рдк русский добровольческий корпус и легион свобода россии мне даже довелось по секрету скажем с ними пообщаться вот это действительно люди которые вызывают уважение вот эти люди хотят нашей с вами стране свободы русский добровольческий корпус а что вы думаете по вагнерам когда вагнер это обычный наемник классический как к любому наемнику крайне негативно вы кстати встречали не так уж давно одного из вагнеров он рассказал то что там за что-то сел за войска потом пришел этот как потом зовут пригожин за до пригожин пришел или уткин если зам то скорее уткин да вот кажется мне там не уткин там он сказал что пришел типа и руку ему даже пожал вот вот ребят вот вот ключевой момент ключевой момент вот сейчас такая гордость прозвучала в твоей фразе пожал руку это то чего сейчас я сейчас объясню я тоже в белгороде живу на границе с украиной всю свою жизнь вот в них такого чина почитания нет совсем вот от слова совсем никто из них не стал бы гордиться вот мне зеленский пожал руку и теперь я эту руку 50 лет мыть не буду то наплевать им на зеленского и на всех остальных царей вот наплевать честно они свободные люди это огромное отличие их от нас огромное цивилизационное а мы идем сделать их такими же рабами как мы сами и вот это меня больше всего убивает но я-то украинец я это знаю плохо что язык я плохо знаю но я учу так это рабство парня это рабство рабы больше всего ненавидят именно тех кто им пытается нести свободу тот кто пытается рабу тот кто пытается рабу нести свободу вызывает у раба ненависть и страх ненависть и страх потому что раб во первых боится свободы во вторых не прошло не знаю что с ней дело он не умеет с ней жить он никогда не видел я не да 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 вы правы вы правы но свобода дарит огромное количество возможностей даже для раба когда она появляется но заработать за нее надо бороться я понимаю я вас прекрасно понимаю я живу же в такой же белгород от краснодара мало чем отличается или вы думаете у нас тут как-то по-другому меня окружает примерно такое же количество людей безвольных и без инициативно как и в краснодаре абсолютно такой же которым не нужна свобода которым нужно моя хата с краю как говорят украине ничего не знаю но украине пословица на этом не заканчивается моя хата с края первым как у них там ворога встречают вот как харьков да вот я-то в белгороде я видел как колонны шли на харьков а потом я видел что этот этих колонн возвращалась вот у них это так выглядит моя хата краю первым врага встречают у них так уважаю уважаю правда я их уже они бы я думаю в россии делали если бы на нас он у нас в россии есть люди я их видел вот здесь у себя в белгородской области я видел этих людей вот в то важнянки например то прямо на границе с украинцами были заходили подразделения наших ртк знаете что сделала наша власть ударила потоважнянки сам цепёками по своему городу сам цепёк конечно вы не услышите конечно кто же вам об этом расскажет вы шутите об этом об этом говорили почитайте по телеграм-каналам забейте то важнянка сам цепёк телеграмма там даже видео есть давай давай держитесь пока